Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами по-прежнему Антик. Вообще-то я обычно говорю всем привет, но сегодня решил добавить немного официоза, потому что 24 марта каналу исполнилось полгода. Да, вот уже полгода мы с многими из вас играем в Героев Меча и Магии, в какие-то другие игры, и я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за то, что вы все еще на канале. И надо сказать, что на самом деле для начинающего летсплейщика, для такого как я, 700 подписчиков полгода это не так уж и плохо. Ну что ж, а сегодня я хотел бы посмотреть интересную карту, которая называется История о Сальмире и Ифритах. Сальмир, если вы помните из предыдущих Героев Меча и Магии, вообще из серии игр, это такой джин, да? Ну, Солмир, Сальмир, как-то его по-разному везде называют, вот я на самом деле не помню. Точнее, даже не знаю, был ли он в каких-то в пятой или шестой части, может быть в четвертой. В третьей я точно помню, был такой герой. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если кто-то имеет какую-то информацию об этом герое, в других числях Героев Меча и Магии. Ну что ж, размер карты у нас большая, тип сценарий. И давайте посмотрим. 565 год Седьмого Дракона. Могущественный джин Сальмир отправляется на поиски затерянной башни Ифритов. Надеюсь узнать, что случилось с его сестрой Нур. Так, играть мы будем, конечно же, за фракцию Академия. Искусственный интеллект выставим на Героический. И надо сказать, что я обычно говорю, сценарии, они, уровень сложности если Героический поставить, они не такие сложные, как те же карты схватки на Героическом уровне сложности. Но вот конкретно этот сценарий, на самом деле, уровень сложности как бы себя оправдывает. И вы это, я думаю, сейчас увидите. Немного я поиграл в эту карту. Буквально первую недельку сыграл и уже ощутил вот эту сложность. У любви множество форм, герцог. Ты потерял брата и, полагая лучше всех, понимаешь, насколько сильна бывает связь между родными. Все джинны были созданы, когда Сар-Илам вошел в мир магии. Можно сказать, что все они дети Седьмого Дракона, родные братья и сестры. Но первый джинн, самый старый и могущественный, особенно сильно заботился о своей семье. В легендах его называют Сальмиром. Я расскажу о том, как он искал свою пропавшую сестру, Нур. Люди закрывают глаза на то, как сильно на самом деле джинны отличаются от них. Да, мы выглядим как они, если не считать голубой кожи. Да, временами нас связываются смертными крепкие узы. И зачастую это не просто отношения слуги и господина, как полагают многие маги. Мы можем быть друзьями или даже возлюбленными. Но в первую очередь мы порождение магии. Даже будучи призванными из нашего родного мира, мы остаемся связаны с царством духов. Я услышал зов из мира духов, когда обсуждал древнюю историю с учеными Академии магии Аль Сафира. Это было лишь слабое эхо, но каким бы тихим и далеким оно ни было, я сразу узнал этот голос. Он принадлежал Нур. Я не видел Нур много столетий. Она была мне словно сестра. Я боялся, что навсегда потерял ее. Что от ее сущности ничего не осталось. Но Нур была жива. И ей нужна была моя помощь. Я никогда не бросаю в беде тех, кто мне дорог. Но если Нур там, где я думаю, даже мне... Но если Нур там, где я думаю, даже мне, Сальмиру, понадобится помощь. Мне понадобится целая армия. К счастью, у меня много друзей в семи городах. И еще больше должников. Ну что ж, очевидно, у нас Сальмир будет искать свою сестру Нур. И будет прорываться, наверное, не без боя. Так, в заданиях у нас, конечно же, Сальмир не должен погибнуть. И задание «Зловещая гора Илбис». Сальмир почувствовал присутствие своей сестры Нур в недрах горы Иблис. Мне нужно отправиться к вулкану и освободить ее от зла. Что удерживает Нур в неволе. Проникнуть в недрах горы Илбис. И, кстати говоря, они показывают нам где-то гора. Возможно, на другом краю карты где-то. Так. Так, так, так. Ну что ж, мы начинаем за героя Сальмира. Я буду его называть именно Сальмир, как вот героев мне написали по-русски. Так я и буду его называть. И что мы имеем? Мы имеем героя, у которого прокачана чуть-чуть метамагия. И, конечно же, магия воздуха. И, как и следует ожидать, среди боевых заклинаний у него есть цепь молний. Цепь молний, которая стоит 50 маны. При том, что у Сальмира всего 80 маны. Значит, цепь молний мы только одну сможем скастовать. И я, в принципе, не так уж и долго думал, как прокачивать этого героя. И буду его прокачивать довольно-таки необычно. Для себя. Ну и вообще город прокачивать. Тоже не совсем обычно для себя. Для кого-то из вас, возможно. Потому что ресурсов тут на героическом уровне сложности реально не хватает. И рядом нам дают только вот лесопилку. Кто ее охраняет, между прочим. Ее охраняют арбалетчики и куча стражников. Да уж, тут, конечно, не просто с ними. Да, и шахта с рудой очень далеко находится. До нее еще надо бежать. Поэтому придется мне изворачиваться как-то. Не очень для себя привычно. В первую очередь строю я гильдию магов, чтобы хоть какое-то заклинание изучить. И вот тут-то я, конечно, и не знаю, какую школу магии выбрать. Тут можно только угадать. Потому что у Сальмиров, в принципе, в навыках есть и магия света, магия огня и магия воды. Он может их изучить до третьего уровня. А магия тьмы тут только до второго доступна. Поэтому ее изучать, наверное, не будем. И изначальная магия. Та самая изначальная магия. Читерская, надо сказать, да? Которая призыв элементарии и все такое. И я как-то надеюсь все-таки на самом деле избежать вот этого призыва элементарий. Я надеюсь, этого заклинания не будет. Вообще не будет. На этой карте. Вот. Ну, я все-таки вынужден следовать тому сценарию, который нам предложили. И все-таки выберу, наверное, изначальную магию. Поскольку мне, наверное, ее прокачивать надо будет во вторую очередь. После магии. Воздуха. Так, ну и изначальной магии нам что дали? Фортуну? И управление временем? Да. Ну ладно, бог с ним. Так-то бы, конечно, что-нибудь такое еще лучше бы дали. Так, и идем тогда сундучок брать. И дают нам, конечно же, тут золото или опыт. И я выбираю опыт, чтобы сальмиру все-таки прокачать какой-то уровень и взять маг, искусственный маг. Так, взять навык искусственный маг воздуха, чтобы на 20% снизить затраты. И таким образом я смогу на 80 мана на свои. Ну, у меня, кстати, уже 90 мана, потому что мне с уровнем дали духу. Чтобы, короче говоря, на свой запас мана скасить два раза эту цепь молний. Ну, мне это поможет. Так, и я беру второй сундук. Да, беру второй сундук. И там беру 1500 опыта. И еще один уровень получаю, чтобы взять... Чтобы взять громовые раскаты. Это плюс 8 к магии мне даст на вторую молнию. Так вот. Ну что ж, идем атаковать тогда вот этих ребят. Уже угроза высокая, уже угроза не смертельная, кстати говоря. Хотя, вроде бы, она всегда высокая была. Ну, ладно, не знаю. Сейчас посмотрим. Быстрый бой. Быстрый бой нам, конечно, насчитает поражение. Так, и тут надо бы все-таки разделить этих ребяток. На единички. Так, вроде бы как-то не так я поставил их. Ну-ка, вот так вот попробуем. Так, и в какой угол там я расставиться, интересно? Давайте вот в этот расставимся. Там, конечно, много раболетчиков. Они меня задолбают своими стрелами. И коберов-то я солью. Но на самом деле здесь коберы-то и не суть важны, потому что у коберов маленькая очень атака. Хотя, может быть, они на джиннов будут агриться сейчас. Посмотрим. Так, ну что ж. Я могу цепь молнии сразу сделать. Я могу грозовой разряд, между прочим. Фигануть. Но грозовой разряд мне тут не поможет. Тем более у меня 80 манов. Всего у меня ровно на две молнии хватит. Вот сейчас. Так, цепь молнии, цепь молнии тоже. Грозовой разряд сведом. Управление инициативы пока не буду трогать. Все, это пока не буду трогать. Так, ну кого? Наверное, на этих рабочих, очевидно, надо делать, чтобы вот пошло заклинание в нужное русло. Вот такая вот цепь молнии. Видели, там тучка сверху появилась, да? Очень забавно выглядит это заклинание. Так, ну и все, в принципе, надо теперь становиться в глухую оборону и ждать. Второе заклинание у нас будет с бонусом. Плюс к магии. И как остальных мне стражников сливать, конечно, я сейчас не знаю. Точно. Остральных стражников, остальных арбалетчиков. Так, один-два. Ну вот, кобера очень слабая, слабенькая атака. Ну да, у них прибивающий выстрел, конечно. Так, не мог забыть. Да, давайте каргулю поставим в укрытие. Жену, наверное, тоже в укрытие поставим. Вот к этому я был не готов. И к морали я был не готов. Да, вот этих ребят придется сливать как-то руками. Потому что молния мне сейчас на арбалетчиков очень нужна. Иначе я до них никак не достану потом. Вот так. Так, ну и поскольку у нас появилась, в принципе, прямая стрела, легионеры тут, да? Блин, использование, считай, у них есть. Так, тут стражи просто. Легионеры тоже. 0-1, 2-3. Поэтому 2-3, да? 0-85 модификатор урона. Тут 0-43 модификатор урона. Ну давайте по этому тогда зарядим. Там ничего особо не остается. Единичку можно, в принципе, потратить на снятие обратки. А можно и поберечь. Ну давайте в этом ходу все-таки на снятие обратки потратим. Ну хотя даже не убили. Так, и тут, конечно, можно... Нет, в принципе, вот эти все равно достанут. Куда бы я не встал. Так, интересно, вот эта груда ко мне небольшая кучка мне отдаст защиту от арбалетчиков. Но там один арбалетчик, так что я думаю... Так, прокатит. Да, тут уже, конечно, начинаются сложности, потому что мана у меня кончилась, и я могу только атаку героя использовать, которая тоже, между прочим, бьет воздухом. Так, ну надо, очевидно, легионера слить вот этого сначала. М-м-м, контратака будет. Еще надо их, как можно, дольше держать подальше от моих стрелков, хотя стрелков тоже толку и особо нет. Сейчас поглядим, в общем, как с этим справлюсь. Несмотря на то, что угроза была высокая, тут все равно фиг знает, как с ними драться. Это что, просто страж, да? Легионера буду бить, но стражи тут тоже кусаются. Так, 14 грагули у меня. Основной атакующий отряд, но атака у них так себе. 1-2, так, тут у нас 0. 1-2 тоже. Давайте послабже тех, кто послабже будем бить. Это он пошел уже упаковать торгулей, который прикрывает нашего стрелка. Это плохо. Это очень плохо. Так, ну очевидно, кто из них первый сходит? 12. 12 сходит первый, значит, надо его бить. Да, плохо, что 12 первый сходит. Ману мне сейчас никак не восполнить. Вообще никак. В принципе, у меня гаргулия может встать вот на это место, да? Как бы попытаться прикрыть. Нет, не буду я бить его. А, нет, гаргулия не долетает, блин. Уж тебе это плохо. Это очень плохо. Что гаргулия не долетает до того места. В гаргулии скорость всего 4. Такие вот дела. Блин, мораль. Куда у вас мораль-то? Друзья. Друзья не драла. Так, и начинаю я терять Кобирус. А мораль-то у них, так говоря, не шкучная такая. Срабатывает часто. Я думаю, конечно, я их добью просто с потерями. С большими потерями. Мне ничего не остается, потому что мне по-любому надо отвоевывать эту зеленую шахту. очнили лесопилку. Минус один. Один-два. Скоро развалится, я чувствую после вот удара семерочками. Ну, кстати говоря, они стали атаковать криберов теперь. Поскольку все трое, все двое сейчас уже у меня все равно будут бить, так что пойду добивать эту игночку. Так, что там у нас арбалечка? Все свои пронзающие стрелы фигачат. Ммм. Я думаю, что пора их разделить самое время. Ну, хорошо, что они как бы не догадываются встать вместе, потому что защита легионера его большой щит бы помог другим тоже. Но, к сожалению, не слишком глупо. Да, криберов, конечно, теряю порядком. Тут ничего не поделать. Так, слушайте, можно тут прикрыть? Хотя. Одного убьет. Так, троечка сходит сначала, да? Но троечка тут не дойдет ни докуда. Так что, я думаю, только оборону. Вот так вот, нормально. И у нас есть подстрел зато. Так, один погибнет, да? Отлично. Вот такой вот бой на 15 минут на самом начале нашего летсплейчика. Но на меньшей сложности мне было, на самом деле, неинтересно играть. Так что, извините, кто смотрит, если кто-то. Вообще, я обычно летсплеи подобного жанра смотрю на скорости полтора. Это очень удобно. Достаточно так, живенько проходит стратегии на скорости полтора. В полтора раз быстрее от обычной, то бишь. Так, древесина. Ну, конечно же, мы берем древесину. Даже мне хватает для этого очков входа. Сколько тебе очков входа-то вообще? 22. Так, и надо вот двигаться сюда, к этой, к этому камню прозрения. Так, но в городе я уже что-то построил. Вот так вот проходит первый день путешествия нашего Сальмира. Первый день путешествия. Денег, конечно же, до сих пор нет. Идем, берем опыт. Так, слушайте, опыт сколько надо вообще? Да, сейчас новый уровень получим. И уже что-то прокачаю. Так, а прокачаю я что? Взял магию, значит, громовые раскаты тоже взял. Очевидно, надо магию воздуха дальше улучшать. С одной стороны, да? Чтоб получше она била. С другой стороны, изначально магию буду уже начать изучать, двигаться вот. Вот этот скилл мне нужен, да? Герой после боя восполняет 20 маны ввиду дороговизны заклинаний Сальмира. Но в то же время еще нужно, что тут было? Просвещенность. Просвещенность. А где тут у нас? Вот, два к магии, два к духу тоже нужно будет прокачать. Ладно, я пока возьму воздух все-таки. Сальмира раз на воздухе у нас специализируется. Я надеюсь, когда следующий уровень гильдии магов построят, там будет какая-нибудь, не знаю, или молния, или стрела. Что-нибудь такое. Все-таки рандом-дот тоже решает и достаточно немало он решает. Так, мастерскую или рынок? Рынок даст доступ к укреплениям. Гаргули и кобиры. Слушайте, я играл 5 или 4, 4 или 5 дней и на самом деле тут уже герои врага подбираются к замку. Но я так побегал, как бы в этот сценарий даже не захватывал шахты просто. Кругом побегал, чтобы посмотреть. И там на самом деле герои уже на первой неделе нападают. Я думаю, может быть, все-таки укрепление построить? Или мастерскую? Если я мастерскую сейчас построю, мне в том дерево не хватит на рынок, на укрепление. Но если трудно, мне все равно сейчас неоткуда брать, так что я, наверное, укрепление не буду строить. Мастерскую бы надо, конечно. Ну и зал героев, конечно, придется строить уже очень скоро, потому что побочные герои мне тоже нужны, чтобы исследовать территории. Я могу принять облик птицы и лететь быстрее ветров и лата, но собранные мною войска не в состоянии передвигаться с подобной скоростью. Маги научились поднимать свои города в небо, но чтобы перемещать их на большие расстояния, требуется поистине колоссальная мощь. Такая сила доступна лишь магическим существам, и джуны используют ее лишь тогда, когда они по-настоящему в этом заинтересованы. Меня не привлекают материальные блага, но в моем владении находится городок Ильмхижра, подаренный самим Сар-Иссой. Я превратил этот городок в пристанище для всех джинов, с радостью отдал брызды правления моему брату Галибу, а сам отправился в другие земли на поиски знаний. Объединенной силы Галиба и других джинов оказалось достаточно, чтобы освободить город от законов, который маги называют физикой, и заставить его пролететь по воздуху до самой горы Иблис вулкана, возвышающегося над песками пустыни Сахаар. Когда-то на этом месте стоял процветающий город, однако он был стерт с... Простите. Когда-то на этом месте стоял процветающий город, однако он был стерт с лица земли, а вместе с ним пропала Инур. Второе затмение вновь пробудило вулкан, а вместе с ним вернулась к жизни Инур. Я знал, что найду ее в недрах горы Иблис. Но то, что мы двигаемся к вулкану, и в вулкане заточена Иблис, мы это поняли из этого, из этой истории. Так, вот туда бы, конечно, сходить, взять всю эту роду дерево, но нам нужно захватывать шахту. к сожалению, у нас такая цель. И она нас манит. Это цель. Так, золото. На подбор золота нет у меня времени. Идем сюда. Тут мы встречаем опыт и драконий источник, который нам пополнит ману перед следующим боем. Уж ли, сколько у него восстановление мана вообще? Заход. Так, ну-ка, сейчас посмотрим. Так, дух определяет запас мана и скорость его восстановления. Плюс 2 единицы мана в день за каждую единицу духа. То есть он 22 мана в день восстанавливает, да? Но так-то это немало, да? 22 мана в день. Плюс 1000 опыта. Что-то нам дало. Пока ничего, мне еще 1000 опыта нужно. Так, сразу до гарпи я не добегаю в любом случае, поэтому я вот встану здесь, подберу ресурс. И на следующем ходу до источника доберусь. Так, слушайте, тут у нас опять смертельная угроза и у меня восемь уже все меньше и меньше после предыдущего боя. Так, ладно, распределились. И подожди, надо посмотреть, что в городе. Так, в городе мы можем в принципе на Коберов подкопить еще руды, да? 2000 золота всего. Так, слушайте, сражаясь вокруг этого города, ваши герои будут накладывать по одному произвольному магнитному эффекту на два случайно выбранных отряда противника. Вот это хорошо. На самом деле, для начала очень хорошо. так, 1500 ТН к плюсу еще раз. Мень по 500 золота всего прибавляется, поэтому как-то я боюсь, что Коберов даже не построим. негативные эффекты мне нужны по-любому. Давайте попробуем так вот, площадку заклинателей. Вообще, очень, конечно, необычно я сейчас прокачиваюсь и не знаю, как получится у меня пройти эту карту или нет с такой прокачкой. Ну, сейчас мы это узнаем. Так, отлично. У нас четвертый день, то бишь, четверг. Мы идем к фонтанчику, то есть, не к фонтанчику, а к колодцу. Так, тут, кстати говоря, тоже смертельная угроза, но тут-то я точно не затащу, потому что там слишком уж много всяких тварей. Так, ну, давайте карпии такуем. Ну, быстрый бой даже не буду пробовать. Там ясно, какой был результат в этом быстром бою. Так, ну, что же, вот такая карта мне, в принципе, нравится, потому что придется им, хотя там гарпии, они не будут бежать, они будут лететь. Ладно, сейчас глянем, как пойдет. так, вот уже минус один коберчик, вот уже минус два коберчика. Так, что там за этот у нас заклинание? Удар молнии, инициатива отряда снижается до единицы, длительность ходов три. Это забавный, конечно, эффект, но... Так, мне обещали на двух, да? Ослабление, минус восемь к атаке. Это нет ничего. Так, может быть, вот так вот ударить? Вот так вот как-нибудь, Так, слушайте, а сколько хп у гарпии? У гарпии 12, у гналов 10. Ну, в принципе, все равно гналов придется выбивать. Ну, даже, нормально так, ничего, ударили, то нам. Прилично. Да, конечно, кого убить? Это гарпио. Плюнем. Так, ну что ж, они, в принципе, долетают по-любому. Тут у меня лаброна встанут. Второй раунд. минус один. Еще минус один. Да, и тут возникает, конечно, вопрос. Если я сейчас поэтому новую фигакну, куда пойдет молния? Там, в принципе, ближнего должна атаковать, но с большой вероятностью она вот на этого перекинется, да? Потом на моего кабира. поэтому вторая молния пойдет вот в этих ребят. Так вот она пойдет. Так, ну и надо эти гаргурии вперед как бы тащить в надежде на то, что Кобир, ой, не Кобира, этот гнул отвлечется все-таки на гаргурию какую-нибудь. Не будет бить моего кабира. Конечно, это призрачная такая надежда у меня. За синим, да? Ну, тут у меня никакого, вот, к сожалению, нет никакого атакующего заклинания мне не дали вначале. Это, конечно, чисто рандом мне вот не повезло. Рандом можно, в принципе, вообще не плевать, надо оборону не писать. Хотя, оборона не поможет там же. Продолжаем продвигаться вперед. Сейчас на колбнул среагирует интересно все-таки. А, смотрите, он на гаргурию среагировал, это хорошо. Очень даже положительно так, сейчас могу я спокойно оплеваться на это. Потому что гаргурии сейчас подлетят. Со всех сторон заблокируют. Так, можно, в принципе, обратку снять, да? Пошетывать одну гаргурию, она даже, наверное, не убьет. Да, он не убил. Ай-яй. Да, обратку я снял неправильно, надо было развернуть новое немного. Счет, побери. Ну что ж, я все-таки совершаю ошибки, я человек, куда деваться. Хорошие мысли у меня обычно приходят уже после действия какого-то. Так, давайте, сколько тех и послушаем. Ну, очевидно, не убьем, да? Ну, в принципе, уже развернут, как бы надо его хотя бы так давай развернем. Так, это вот сюда пойдет. Это у нас аккуратно сзади больше атаковать. Хорошо. Очень даже хорошо. Получили мы уровень, конечно, ценой потери пяти коберов и трех горгулей. Ну, и, наверное, ль-4 магия. Что он получил там в награду-то? 12 у нас сейчас уже, да? 120 мана, то бишь. Блин, слушайте, он силу магии еще не получает, Сальмир. За уровни нам дают только дух. Уже четыре духа нам дали. Так что придется мне все-таки прокачивать дальше мудрость воздуха при четыре магии. Давайте так прокачаем. Так, и захватываем мы, наконец, этот рудник. Берем аккуратные ресурсы. Так, и у нас до конца недели три еще дня. Три дня. Можно, в принципе, за сундуком сходить. Можно за сундуком не ходить и возвратиться назад. Как я уже говорил, на первой же неделе нас будут атаковать герои, герои врага. И проблема в том, что мана-то восполняется у меня медленнее, чем я хотел бы. 24 мана у нас сейчас будет в ходе восполняться. До следующей недели еще ждать и ждать. Так, может быть, на первой неделе вообще существ никаких не строить, потому что наш город могут захватить вполне. Вполне. не на пещеру уже можно коберу построить. Так. У меня на самом деле горгули важнее, чем коберы, учитывая то, что Сальмир будет преимущественно магией биться. Так. Сказал героев построить. сложное решение приходится принимать тут. Так, мы все-таки наверное рискну и не буду сейчас строить на первой неделе. Ну, хотя может буду в конце недели, если все будет хорошо, если все будет плохо, то по крайней мере у меня герой врага не захватит популяцию существ. Так что я пожалуй сделаю просто гилью магов. Какие-то заклинания снова появились. Вот огненная стена, кстати говоря. Полезное заклинание. Я думаю может магию огня тоже прокачивать. Ведь Сальмир это может. Так, рассеивание магии у нас тут и шквал. Ну, шквал тоже неплохая магия. Воздухо. Хотя он всего лишь отбрасывает. Он вроде урона не наносит. Только отбрасывает. Стоит 20 маны. Ну, ладно. Внутреннее пламя. Это хорошее тоже заклинание. Из магии огня внутреннее пламя. Если вы помните, я в компании за некрополис четвертой миссии, по-моему, отжигал буквально в смысле этого слова героем с помощью магии огня. Так, давайте тогда перенесемся в пятый день. Так, слушайте, никто не нападает пока что. Хорошо. Так, я, пожалуй, судорожно так панически сохранюсь и продолжу свой путь к сундуку. Тут, наверное, мне уже стоит в принципе золото брать, потому что опыта там мало в достаточном сундуке. Этих ребят я уже не убью, потому что по-видимому, тут вот один стак всего, тут всего два стака, да и там их так-то дофига. Никакая молния сейчас не прошибет. Так, беру значит, тысячу золотом. Этих ребят можно победить, да? по идее. Так, ну я, пожалуй, пойду к замку уже. К своему замку. Потому что по закону жанра сейчас кто-то должен появиться. Я прям чувствую, чувствую нутром. Так, ну ладно, я решил существенно строить, поэтому улучшаем экономику. А вот и гости. А вот и гости. Однажды утром мои разведчики вернулись с любопытными известиями. Мы были здесь не одни. Я ожидал встретить опасность в недрах самой горы Иблис, но было очевидно, что вулкан привлек не только меня. Орки пустынь были замечены к югу. Видимо почуяли хаос и решили уничтожить его источник. На севере разбили лагерь некроманты дома Этерна, преследующие свои таинственные цели. Я должен был узнать согласятся ли орки или некроманты объединить со мной усилия, поэтому отправил в обе стороны гонцов с предложением встретиться на нейтральной территории и обсудить возможность союза. Так, ну что ж, мы узнали, что здесь кроме нас еще есть орки и некроманты. В принципе мы об этом узнали еще в начале сценария, когда выставляли там все опции и карты. Но по сюжету видимо возможно с кем-то будет союз. С кем-то возможно будет союз. Кстати Сахир похож по иконке на персонажа из шестых героев. Как же его звали? Это возможно Герцог Волк, Герхард или Вечеса. Лав, не помню. Короче говоря очень знакомое лицо такое издали если посмотреть. Ну на мелкую иконку если смотреть. Ну ладно может это мне кажется. Напишите в комментариях кажется мне или нет. Может быть вы тоже заметили это сходство. Так я тут добегаю не добегаю? Слушайте я добегаю до города хорошо как. Возможно даже стоит тогда и существ построить. Так давайте-ка вот сюда встанем наверное и посмотрим смогу для золота взять. Сколько у меня 22 очка хода? Сколько у меня осталось ходов? 11 ровно, да? А тут я по диагонали еще хожу ведь, да? Ну-ка Нет уже не дохожу Уже не дохожу это значит что не стоит золото брать золото меня погубит Надо сейчас посмотреть что кстати говорят силу армии героя врага может быть я его так завалю без особых усилий Но в город то идут только для того чтобы новую магию изучить В принципе вот тут цепная молния по нему нормально пройдет И у меня кстати говоря полная мана И вот почему мне полная мана интересна стала это вообще какая-то магия слушайте ребят это видимо по сценарию мне просто добавили полную ману чтобы я с героем врага справился а может быть на него напасть вот не добегает он к сожалению герой не добегает может быть он сам нападет нападет на меня стенопламени ну возможно мне стенопламени там поможет или чё что так анголимов действует магия ведь тоже по-моему нет да так сколько мне золота у меня 2000 золотом я в принципе уже могу горгули взять кажется на нит получится но не всех ну хотя бы так слушайте вот это хорошо это хорошо что он будет делать он нападает смотрите вот скотина все-таки взял напал так слушайте у меня нет никаких стен нет я же город-то не укрепил так ну ладно стен нет фиг с ними я без стен справлюсь вполне так вот давайте сделаем как обычно и делаем построим стенку заграждающую наших ребят основных так как он угол расставится в этом удобнее в принципе никаких препятствий все равно карте нет так что кто-то скажем естественных препятствий нет да и искусственных тоже так что вообще пофиг как он угол расставляться начнем нашу битву так я вот думаю как молния сейчас пойдет так вот наверное сейчас пойдет да логично было бы да все правильно нормально так шарахнуло достаточно достаточно продуктивно и хорошо что у нихроматов нет среди базовых существ никаких стрелков это мне даже очень на руку значит мейкоберчики не пострадают и проживут как минимум до конца этой битвы все не встали в оборону так слушайте герой то что врага не будет ничего кастить у него еще средства поддержки есть надо бы тоже кстати говоря мастерскую построить наверное может быть палатку замутить может быть не знаю пирамидку нет пирамидка там по-моему в отдельной продается мастерской тут уже начинаются у нас вопросы вот так в принципе можно шарахнуть сколько у скелетов хп 200 нет 130 значит 160 на 2 получится 320 где-то хп ну в принципе нормально убьет это скелетов но я бы хотел паучков конечно фигакнуть в принципе нормально мне устраивает такой результат не знаю как вас меня устраивает так нельзя ничего делать уж изначально магию еще можно в принципе учить и потом кастить сначала заклинание изначальной магии а потом вот будет тоже забавно на скелете кстати замедление по-моему да да замедленнее времени так окей так что я могу сейчас сделать я бы не стал конечно сейчас тратить вообще ману просто так так что я наверное без мана обойдусь все таки здесь начало очень жесткое то приходится обходиться ограниченным количеством маны подходит а потом я его горгуля и возможно зашибу так кончился на нем замедление времени по-видимому так ну сейчас у меня замедление времени на моем кабире так слушайте а на горгуле вообще у нас приемчая к негативным эффектам и заклинаниям любой школы то есть бафнуть ее можно да насколько я понимаю только к негативным эффектам она невосприимчива так она долетает нет она ни хрена не долетает любая горгуля так я не вижу сейчас до куда он доходит этот ряд в принципе можно вообще убрать попытаться хотя он наверное не не убьет на смерть то ни одну горгулью давайте просто в баронку то достанем эх потерял все-таки коберчика ой ой удачка то на удачку то я совсем не рассчитывал что он будет бить с удачей счет побери ну рэндом такой рэндом что поделаешь так три да уж не надо уже бафнуть наверное пламя решимость нет пока нафиг пламя решимость ну ты на пламя этой горгульи вот и она его наверное убьет этого скелета ну может не с первого раза так что действует наке да вроде бы действует ну нормально прикроем нашего коберчика ну в принципе была обратка сначала снять что-то я не подумал ну ладно и так вроде бы нормально достаточно неплохо продвигаемся 3 6 2 нормально сейчас будет я думаю все наконец-то добить привет добить этого героя интересно какие детки факты будут нет нифига или на голове чуть не хватило это обидно но ты беру одного горгулю потерял ну хороший был бой хороший мне понравилось сколько тем она осталось 49 да кристалл драконьей крови можно взять в принципе можно не брать так кого еще могу убить вот этих ребят я могу убить велособых заморочек но мне надо как минимум 80 ман чтобы их убить хотя даже больше наверное если там будут если мне не повезет с гномами то нужно будет больше так ну на следующий ход у меня будет новая неделя вот в чем вся соль у меня существа то не отстроены 1500 золота тут нужно у нас рынок нужен но героев наверное построить все таки скоро будет нового героя нанимать так ну и куда идти дальше что мне с таким количеством маны а слушайте так я могу к драконьему источнику пока выдвинуться в принципе там конечно здесь вот дерево и руда но я наверное нового героя найму и пошлю в эту область существует у меня теория что если я одного героя убил который отсюда пришел то больше отсюда пока никто не придет с ломером я пока могу пособирать ресурсики пойти вот сюда 1700 да уже нельзя а нет там 4000 герой стоит 4000 ну что ж так у нас первая неделя прошла опачки моя теория что-то трещит по швам уже моя теория трещит по швам потому что герой взялся откуда собака урочи охотники на демонов смотрите фракция называется очень забавно будет сражаться да ну герой этот упор он как бы нападет на меня потому что видит что угроза у меня очень низкая или там не знаю какой он видит искусственный интеллект блин ну придется возвращаться в город что делать 73 ман у меня всего или второй путь сдать город и потом на него напасть но он моих тогда сейчас купит но мне монотовить мало ладно в общем я понятия имею что делать я наверно все таки вернусь в город попробую купить горгулей там у меня 22 штуки другой стороны можно покупать горгулей построить мастерскую пирамид может мне пирамида поможет в бою если я смогу вообще ее купить сколько она стоит 1000 золота я в принципе и палатку могу купить так вот да так и на остаток денег купить горгулей 14 штук хотя бы да попробовать выстоять все таки эту осаду давайте попробуем в конце в конце концов всегда можно перезагрузиться я думаю выигрываю бой выигрываю бой какие еще есть вообще варианты кстати я какое-то обморожение на них наложил да так а то мне еще горгулей убили что я скотина он с руки моей горгулей валит посмотрите на него что-то еще и с боевым дуком ну да вот с самого начала просто на героическом уровне сложности на этой карте такие сложности возникают о кстати говоря переметка как-никак помогает так ну давайте тогда фигачим рассыпную молнию кстати еще этому попало средство поддержки по делам по делам кстати цепная молния это не очень много и скотила наверное зря цепную молнию скотил первым заклинанием да давайте-ка начнем бой заново у меня в этом бою дело в том что всего одна цепная молния будет и мне надо вторым заклинанием кастить цепную молнию чтобы побольше был дамаг кстати горение наложили первым заклинанием ну-ка посмотрим это получается 100 генец урона от магии фига себе так коверчики что тут можно сделать можно стену пламени в принципе сделать да но стена пламени она сейчас мне не особо поможет грозовой разряд вот то я себя же себе же хуже сделаю там не полюб на что-то магическое чтобы что-то воздушное точнее сделать снежная буря снежная будет в общем магия воздух или нет шквала что такое можно наложить тогда не знаю снежную бурю что-ли сделать или шквал 16 маны не 73 всего мана можно было два заклинания наложить я бы сначала наложил грозовой разряд а потом этот шквал так горгулей ходит циклопом нечего нет скины никакой не в чего им кидать камни темосатным орудием блин слушайте этот гребаный гноу меня доставит конечно беспокойств так вот в принципе половина поля где у нас половина поля сколько тут 1 2 3 4 5 6 7 8 9 а тут у нас 3 ну что-то он вроде бы ближе все-таки вот к этой половине стоит поэтому цепная молния от гарпии должна пойти туда по идее о почем у меня опять нету быстрых в сотов черт опять исчезли слоты ну ладно давайте фигак не с молнию в принципе что-то она не особо сильнее ударила так гарпия долетит нет не долетит еще ну и все в общем-то у меня заклинания атакующие закончились сейчас сидим на хлебе и воде блин коберы открыли ну в принципе коберов то что защищать они там от них уже ничего не осталось сейчас будем выживать как можем просто как сможем таки будем выживать можно внутреннее пламя кастануть но огненную стену уже не хватает давайте внутреннее пламя гаргуле тогда дадим так ну и плюнем эту гарпию гребанную конечно подорка подставлю если ну что делать 5.11 зато гарпию убью неплохо так-то сбав эту гаргуле так-то тащит так ну эту гаргуле на потом прибережем может быть она еще пригодится братку там снять кстати можно было сейчас обратку снять ну что-то ладно боевый дух все приняли за гаргури откуда у тебя боевой дух слушая счету гораешь надо мной что ли ах ты один гаргуле смело что скотина сволочь такая гаргури убили яй ай ей в принципе сейчас можно вообще от них улетать а нет гаргуле далеко не улетит гаргуле далеко не улетит глубоко стрела сидит Да, может и не дожить Вполне может не дожить До своего дня рождения это Гаргули Лука тоже 4 4 хода Можно и пирамидки помогут Так, что эти пламенные решимость еще есть 2, 2, 3, нормально Тут дачка мне сейчас очень пригодилась бы Но, к сожалению, дачи нет Этот герой еще с руки, на самом деле, много очень убивает Моих воинов В принципе, если по сценарию Они как бы по сценарию прибежали к этому герою Один, второй, то есть аторков один Ах, некромантов один Может больше не будет Да что ты будешь делать У тебя боевой дух-то, блин Твою Эээ, беда Так, ну все Наверное спало уже, да? Спало Заклинание Так, ты не добьешь тут, нифига Не убежать тебя никуда В принципе, если гарпия сзади пристроится, то Если гарпия сзади пристроится, то орк не дает Гарпия должна сзади пристроиться, по идее Давайте попробуем такой трюк сделать Интересно, получится или нет Конечно, я близко к гнолу подошел Он мне сейчас, может быть, с большим уроном будет бить Двадцать пять Да, в принципе, я тут уже не доживу до конца Да, с большим уроном бьет Ну что ж, жаль, жаль, очень жаль Тут я бы все равно, получается, не выжил бы Потому что Слишком уж много Слишком уж много Их чуть-чуть больше, чем нужно Сваливать тут уже не получится Блин, вот такой бой Блин, к сожалению, Сальмир потерпел неудачу Так, где оно там было Сохранение-то Вот здесь я стоял И сейчас надо будет решать заново Надо будет решать заново Есть еще вариант В котором я сдаю все-таки город врагу И потом Ману набираю в колодце И иду его бить Но я Тогда в этом случае Потеряю вот эти горгули Потеряю горгули Ну что ж, ребят Я, пожалуй, на этом пока что приостановлюсь Очень интересный сценарий Очень просто Мега круто играть на нем На героическом уровне сложности Предлагать свои варианты дальнейших действий Может быть, вы его уже проходили Меня интересует именно Героический все-таки уровень сложности И, в принципе, вот такие дела Ну что ж, найдет ли у нас Нур То есть не Нур, а Сальмир свою сестру Нур Мы узнаем уже очень скоро Следите за прохождением обязательно Следующая серия не заставит нас долго ждать Всем еще раз спасибо за то, что вы наблюдаете за прохождением Героев меча и магии 7 Подписывайтесь на канал, кто это его еще не сделал Ставьте обязательно лайки, если вам понравилось И делитесь видео с друзьями Всем удачки, пока Субтитры сделал DimaTorzok